Следующий вопрос. В последнее время конфликт между Андреем Водотурским и министром инфраструктуры Амельяном вышел в публичную плоскость. СМИ пишут, что Нибулон пытается монополизировать рынок речных перевозок, а министерство инфраструктуры не дает этого делать. В чем, с вашей точки зрения, причина этого конфликта? Связываете ли вы выполнение большого количества негативных материалов о Нибулоне с этим именно конфликтом? Встретился ли президент, как и обещал при выступлении на выставке с Андреем Водотурским через несколько дней по поводу проблем с МИУ, в частности с Амельяном? И как вы оцениваете работу Владимира Амельяна и кого в идеале вы видите в кресле министра инфраструктуры в общем? Также при Януковиче вас занимали проверками. Как обстоят дела сейчас с этим? Первое. Сегодня риса нашего сегодня, что пости министров занимают реформаторы и пости непрофессионалов. И сегодня это самая большая проблема. И сегодня даже считается модным, чтобы был реформатор, но был не галузевый специалист. И я в данном случае говорю так, а если депутат Верховной Ради будет непрофессионал, то это тоже будет галузей и для экономики Украины. И я задаю следующее вопрос. А если профессионал из галузи и в Верховную Раду, который профессионал по логистике, профессионал по рынку зерна, профессионал по суднобудованию, профессионал реального сектора экономики, он должен заниматься законами космической галузи, акушерства, он должен заниматься законами медицины, это следует такой логике, то это в корне неверно. И когда человек, как профессионал, от этого интереса галузи и не особистые интересы компании, или водаторского старшего, или водаторского батька, или компании, в которой он работал, все это позиционируется сразу же, как он лобирует интересы в данном случае компании. Это снова такой гебельский, можно сказать, хит дискредитации его как народного депутата Украины и дискредитации нашей компании. Мы работали, развивалися, и при любой политической системе, и в данном случае мы добивалися успеху. И если человек, профессионал, поднял эти вопросы на уровне Верховной Рады, то в данном случае послушайте, понимайте, и при том, я могу сказать, он не один, а там есть целая группа народных депутатов, которая зарегистрирована как группа народных депутатов по відроджению Дніпра и транспортной артерии. В ней нараховывается больше 50 народных депутатов Украины. Он очолюет эту группу. Это народные депутаты, которые сегодня являются регионы, которые тяготуют до Дніпра, которые знают проблемы Дніпра. То при чем тут генеральный директор Небулона или Небулон и Вадатурский, это одна и те же. Ні, это большая группа народных депутатов, которые понимают эту большую проблему в Украине. И поэтому в данном случае тут уже все ярлыки, которые можно прицепить, что кто-то претендует на пост министра, что кто-то претендует кого-то здесь снимать. Я хочу сказать, что у меня было очень много пропозиций разных периодов жизни, когда мне предложили разные посадки. Я отмывался. Я считаю, что в этом болоте, в этом политике, там нет, что делать. И я особо и последний раз и президенту отмывал в том, чтобы я не шел в политику, и я займусь реальными своими делами конкретно. Я принесу больше пользы страны, когда я буду заниматься реальным сектором экономики. Ну и я поверил, после революции гидности, что у нас в будущем это совсем будет другая будущая. И мы приняли решение, молодая человек, Андрей Алексеевич, ему, как кому-то другому, строить будущие Украины. И в будущем ему жить. По мажоритарному округу, не по списку, он стал народным депутатом Украины, и он имеет свою думку, свое слово, свою позицию. Поважайте цю позицию, и позицию профессионала в этом плане. А объединять и дискредитировать его и меня, и дискредитировать компанию, то в данном случае это вообще не корректно, не честно и неверно в данном случае. Я могу только добавить, теперь по законопроекту, я не отвечу на все вопросы, я извиняюсь, по законопроекту. Я прошу показать слайд, 17-й слайд. Законопроект по внутренним водным шляхам, за которым опікается министр, был внесен в Верховную Раду еще 1-й, 11 вересня 2009-го года. И, согласно этого законопроекту, а этот законопроект синхронно вносился в Верховную Раду с законом о морских портах Украины. Так было заведено при предыдущих владах, что треба делить галузи по промислово-финансовым структурам, треба делить по интересам галузи. Тому порти підпорядковались одним промислово-финансовым структурам, речки отдавались другим промислово-финансовым структурам. И для того, чтобы морские порты передали в будущем, согласно закону, про концессию, отбудовать за рахунок державы порты, выполнить дно поглибления порты, потом передать промислово-финансовым структурам эти порты, и для того, чтобы они отшкодовывали борги перед державой на протяжении 50-х годов. Вот такая концепция была. Такая же концепция работала и по речкам Дніпро, и по речкам судоходным. Передаются речки промислового предприятия, порты, речные порты, пасажиры, скипотоки, все, и еще передается другим промислово-финансовым структурам. Притом философия при разработке этих законопроектов была, что треба речковое перевезение, что и проводить речковый сбор. С самого начала была такая идеология. Речковый сбор. Мы с самого начала были против этой философии, потому что мы понимали, и на своем опыте, мы понимали, что речкового перевезения не будет, если речковый транспорт не будет более экономично выгоден по отношению к автомобильному и железному транспорту. И тогда, когда проведет речковый сбор, то мы понимали, что сегодня только законом будет проведен речковый сбор, значит завтра чиновнику або керевнику новой адміністрации речкового перевезения прийдет в голову ввести 10 раз больше речкового сбора. И тогда, взагалі, вы понимаете, это додатковый поток отравлений от приватного бизнеса за речковое перевезение. То есть, таким образом, хотели бы тоже наказать компанию Ниболу, как лидера по инвестициям в речковую галузь. Мы боролися с этим до 2017 года. И только в 2017 году, когда, можно сказать, эти дебаты вышли в громадскую плоскость, когда стало уже предстояние, что министр транспорта и инфраструктура и компания Ниболу, то в данном случае, только в 2017 году, я назову дату, это 2016-2017 года, то через 8 лет после того, как эта концепция мусировалась по речковому сбору, подключился уже как співавтор законопроекта, как инициатор Андрей Алексеевич Водатурский. Поэтому, в данном случае, где мы блокировали эту проблему, мы просто уже начали кричать в Украине, кричать на этот, можно сказать, российский беспредел, который творился в данном случае. Мы поставили это вопрос уже, ну и тут нашли форму, что мы хотим быть монополистами. Мы, это вопрос, вы, поважные журналісти, задавали не раз нашему керевнику антимонопольного комитета. И керевник антимонопольного комитета ответил, что не разглядалось, не разглядается и нет причины разглядать, что компания Ниболон является монополистом по речковому перевезению. Это профессионально безграмотная заявка чиновника Министерства транспорта и инфраструктуры, что компания Ниболон хочет быть монополистом. Мы строим свои предприятия, мы приближаем свои предприятия до сельхозтоваревребников, мы перевозим в свою продукцию, мы строим свои суда, мы реконструируем свой свой судно-будительный завод, мы работаем на экономике Украины и мы на рынке послуг не являемся вообще монополистом и близко. Монополистом на самом деле есть Украинский флот, который сам же официальными листами писал, что до них нужно прислушаться, потому что они больше 50% выполняют послуг на внутренних водных шляхах Украины. Поэтому для того, чтобы дискредитировать нас, вот такая версия пошла от чиновников, в частности, от министра, что мы хотим быть монополистами. Я задаю себе таке вопрос, хватит скиглити захидным компаниям, великим компаниям, которые хотят прийти в Украину и дійсно хотят монополизировать, хотят развивать внутренний водный транспорт. Будь ласка, у вас что не має 5 млн доларей, чтобы построить две баржи? У вас что не має 5-7 млн, чтобы построить буксир? У вас что не має фінансов для того, чтобы вы выполнили эти работы? Тогда вернемся к нашему компанию. Мы больше 12-14 лет тому назад купили в Каргела 4 баржи, мы заплатили податки при том, что мы купили баржи у Каргела. Мы купили старенькие боксеры, отремонтировали их. И мы начали работать. Кто вам, великим транснаціональным компаниям, кто вам, великим олигархам, мешает сьогодні отримать деньги в банки и построить по одному, по двое судно, не будьте яхты, не будьте літаки, не летайте, не будьте вилы, а прийдите в Украину и построите по 3-4 судна и отновить речковое перевезение. Для меня дико, в данном случае, когда на Европейской бизнес-ассоциации или Американской торговой палате, когда идет дискуссия между нами, между работниками Каргела, и так далее, мы говорим, вы же люди из Америки, вы же видите, как Миссисипи працюет. Почему вы против того, чтобы Дніпро развивалось? У них очи всеки великие, потому что, как они только скажут, что да, мы поддерживаем речковое перевезение по Дніпру, не было, как украинская компания, это еще больше. Знову-таки, мы являемся таким подразником у них, что они любые разумные решения, они блокируют из-за того, что Нибулон инвестирует сам в экономику. Мы для того, чтобы быть такими известными, успешными, нормальными компаниями, мы инвестировали в развитие инфраструктуры 2 миллиарда долларов. Мы что, крутейшая Каргела, крутейшая Буни, крутейшая Ковка, крутейшая других компаний? Ні, мы маленькая-маленькая компания по отношению до них. Будь ласка, поверніться обличчям до Украины и поверніться с инвестиціями до Украины. Не бутуйте только предприятия в портах и вымагайте от автомобильного транспорта за 600 км возить продукцию в порты, будуйте так, как мы, в разных кинцях Украины, в разных точках Украины, будуйте на Дніпрі, и тогда мы будем с вами смагаться, как люди нормальны. Вот. Другая проблема. Сьогодні, хочу быть по-наполистам. Приклад останней події с вывозом туристов за кордоном. Сьогодні летающие гроби зарегистрировали. Компании, авиакомпании, которые сегодня сказали, что это украинский будет лоукостер. И чем это закончилось. Сьогодні аналогично хочу сделать так, чтобы калоши, дырявые калоши, пришли на Дніпро, вот, которые вывели из Дніпра, вот, 30 лет назад, под офшорные прапори, вывели за межи нашей страны. Теперь их бесплатно хотят везти назад, вот, цей дырявый год. И тогда, снова таки, не было он с новым флотом, будет винна компания, что у нас Дніпро загрязняется флотом, иноземным флотом. Мы за то, чтобы в Украине на Дніпре будывался украинский флот, чтобы Дніпро был привабливый, Дніпро в экономическом плане, чтобы было вигодно будивать украинские суда для украинских речек, чтобы в Украине ходили суда под украинским прапором. Сегодня я, как герой Украины, я ставлю так вопрос. Я не переследую интересы нашей компании особисто. Мы за протекционизм нашей страны. И я задаю вопрос, в какую страну света наши украинские суда с украинским прапором могут попасть. Ни в одну страну. Кожна страна забороняет захит суден и с иноземным прапором в их воду. У нас же в внутренних водных шляхах Украины сьогодні эксплуатуются под украинскими прапорами в 9 раз больше суден, чем под украинским прапором. Ци суда старые, суда технично несправные. И сегодня все делается для того, чтобы зеленое светло всем судам, которые уже будут заборонять в странах, в разных странах ходить под иноземными прапорами. Они придут до нас. Ни. В Украине должна быть государственная политика по поддержке украинского суднобудования, должна быть политика по экономическим выгодам, по перевезению вантажей на речках. И я уверен, что за три года практически все будет сделано. Я таку вам цифру назову. В Украине больше 30 суднобудивных заводов різного рівня. Больше 10 великих верфей, так называемых. Это заводы, которые очень большие, которые строили авиационные суда. И ризного класса суда, и подводные човни. И сегодня все эти заводы стоят. Вы не задумывались над той проблемой, почему они стоят? Потому что невыгодно строить суда для украинских речек. И сегодня на нашу компанию в черзе стоят 9 тысяч людей про это влаштоваться. Когда раньше было 150 тысяч працовников суднобудивных галузей на 30 предприятиях, сегодня на этих 30 предприятиях 3,5 тысячи працюючих. Представляете, в 40 раз зменшилась кількість працевлаштованных людей в суднобудивных заводах. У нас працює 700 робочих. Это больше 20% всей суднобудивной галузи Украины в нашей компании 9 тысяч в черзе на працевлаштувание. Потому что Вадатурский, Андрей, лоббирует интересы компании Нибулон или 30 суднобудивных заводов? Вадатурский старший или компания Нибулон лоббирует интересы своей компании? Или мы хотим, чтобы все суднобудивные заводы работали так? Мне приятно было с новин прочитать, что все меры мест поддержали идею по внедрожжению и концепции нашей компании, концепции Андрея Алексеевича, как народного депутата, как разработника проекта и как группы народных депутатов, поддержали концепцию законопроекта. И вот, в отместке, что мы чуем? Виступает министр, говорит, что теперь мы враховали все пропозиции компании Нибулон. И теперь они не проголосуют. Мы будем всем показывать, что они против. Я вертаюсь даже сегодня. Пане министре, покажите мне последнюю версию вашего законопроекта. Где с ней можно познакомиться? Вы колуарно разом с Комитетом Верховної Ради третитеся там, вы отпечатываете какие-то версии, вы шукаете какие-то полезные цели для той или иной промышленно-финансовой структури. Покажите эту версию громадкости, покажите эту версию мерам, покажите эту версию аграрному сектору, покажите эту версию Укрсотпрома, запросите их на дебаты, запросите, запросите и дискутуйте с этими людьми. Вот, колуарно не пройде цей номер. Будь ласка, если вы переживаете за Украину, то, будь ласка, давайте до открытого диалога. А не говорите, что вас там все поддерживают. Мало того, я вам скажу, на всех нарадах, конференциях, вот, я постоянно чую такую проблему, нас поддерживает Европейский банк реконструкции, нас поддерживает ЕИП, нас поддерживает там Световый банк, нас поддерживает посольство. И я говорю, а вы давали им переклад английской мовой в вашей версии законопроекта? Мовчок. Я звернувся в Европейский банк развития и реконструкции. Говорю, будь ласка, мы хотели бы знать, действительно вы поддерживаете проект Министерства транспорта и инфраструктуры? Говорит, а у нас нема англійської версии, мы не отримали взагалі от них законопроект, проект, законопроект. Мы провели на Раду, и они на первой же на Раде відмовилися от речкового сбора. Для меня было это таке приятное открытие, как министр через то, что он за речковой сборой, сколько он працюет в министром, он пропаганировал, тут же в первой же встрече сдувся. Відмовилися сразу от прапору, от, иноземных стран. Приняли версии, то есть, приняли концепции, после этого показали, что с бизнесом все угодено. И они с 15 травня, это можно рассчитывать, сколько, уже полтора месяца, не имеют кинцевой версии, вот, этого проекта, законопроекта. Но зато по фейсбуку, говорит, теперь пусть, нехай мне Булон покаже, что он поддерживает новый законопроект. Законопроект депутатской группы, висит на сайті 2475А4, вот, он обговорюется, он сприймается, не нами, не компаней, а приймается многими галузями. В данном случае, а где ваш законопроект? Покажите, господа, министры и депутаты, которые лобируют этот законопроект.